Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Олег Бажин. Здравия Здравия, Алексей! Хотелось как ведущему программы для начала узнать твое мнение, что ты по этому поводу думаешь, и тем более не просто так вот ты думаешь, а как человек практического действия предприниматель, который раскладывает все по полочкам, у кого есть определенный план, видение и так далее и тому подобное. Хотелось бы начать с того, что наше общение в Москве, в других областях, в Владимирской, в Нижегородской области, в Ярославской, в Калужской, в Смоленской, с различными людьми все больше и больше наталкивает на мысль, что пора уже действовать, пора уже переходить к действиям. Пора людям предоставить план, по которому они действительно смогут уйти на землю для труда, для обретения здоровья, для обретения выращивания здорового потомства, для развития, для саморазвития. Запрос огромный. На данный момент земля и, значит, уже начало поселения есть и проекты готовы у нас в нескольких областях на территории России. Это Калужская область, это Ярославская, Нижегородская, в Иркутске уже этот проект в стадии обсуждения. Запрос по всей России просто огромный стал. Я бы хотел сказать, что мы уже детально проработали план наших действий. И в связи с этим хотелось бы призвать людей, которые уже чувствуют в себе готовность к переезду, к тому, чтобы покинуть город, к тому, чтобы уже начать жить здорово, начать жить в экологической здоровой обстановке, для того, чтобы растить здоровое потомство, чтобы крепко встать на ноги, в том числе финансово, откликнуться и, значит, может быть, даже из других областей, если это будут люди. У нас есть план. Мы готовы этот план притворять в жизнь. Чем больше нас будет, я думаю, тем быстрее все это будет реализовываться. Больше чем уверен, что люди, которые уже готовы действительно к шагам, имеют свой ресурс уже определенный, они имеют видение, по крайней мере имеют желание скорректировать в какой-то мере, чтобы избежать каких-то ошибок, избежать нелепых действий, избежать какой-то возник, который не приведет к результату. Я думаю, что мы сможем. Мы, наша команда. Я думаю, что, Алексей, ты в этом плане нас поправишь. Да, на самом деле, когда мы начали разговаривать с единомышленниками о создании такого проекта «Хочу жить на земле», то в этом случае на что мы опирались? Мы напирались на необходимость того, что сейчас есть, на тот опыт, как полезный, так и горький, который тоже сейчас есть, и на те видения, которые необходимо привнести в этот опыт или на основе этого опыта что-то развить. Поэтому весь горький опыт был сложен. Мы посмотрели, в чем проблема вот таких поселений, в чем проблема вот таких объединений, где нет возможности реализации, где нет возможности взращивания себя и так далее, где что-то перекрывается. И вот эти слабые места были убраны. Были убраны слабые места с точки зрения того, где взять первичный капитал, первичные деньги. Была введена поэтапная такая возможность строительства, где-то привлечение каких-то людей, имеющих финансовые средства. Причем не так, чтобы вам дали в долг, а потом вы этот долг отдавали своей кровью и долго-долго были в кабале. А для того, чтобы люди могли подтягиваться, те, кому за державу, как в известном фильме говорилось, за державу обидно. И вот хочется выйти из этого состояния, полной нищеты, невозможности. То есть наша задача перевести осмысление людей в более праведное направление, благостное направление, чтобы уйти от стяжательства и перейти к достатку. Чтобы люди хотели, мечтали, желали и делали такие дела, которые бы не разрушали природу, не уничтожали совесть и чтобы, в общем-то, жили в достатке. Причем достаток – это такая интересная форма бытия, когда люди перестают друг с другом конкурировать. То есть мы уходим из паразитарного конкурентного общества цивилизационного, где человек человеку волк и ничего личного. Как говорится, просто бизнес. Тебя готовы с потрохами съесть и еще облизнуть сказать, кто следующий, подходите. Вот наша задача как раз вот сюда направить мысли людей и чаяния, чтобы был достаток, но при этом, чтобы не убивать друг друга, не убивать землю-матушку, не уничтожать себя самих, свои семьи, общество и так далее. И, естественно, здесь не стоит вопрос, чтобы с этого получить деньги, раз мы хотим жить в достатке. Нищету нельзя доить. Необходимо, чтобы люди стали самодостаточные, чтобы у них было все, что им необходимо. И вот тогда, когда появятся такие общины, появятся такие взаимосвязи меж общинами, появятся возможности реализовывать излишки продукции, вот только тогда тем, кто у строителей, и на их кусочек хлебушка достанется небольшой кусочек маслицы. А не наоборот, как сейчас у нас. Вот все выжать из вас, неважно, там в чистое поле вас отправить, или в лес, или куда-то там в скалы, но так, чтобы было красиво, презентабельно. Вот выжать из вас все, намазать себе там масло на 10 лет вперед, а вы хоть там загибайтесь, это уже не наше дело, опять же, ничего личного. Вот такой подход был изначально сразу убран, и были предприняты действия по обсуждению, рассуждению, осмыслению той ситуации, которая есть, взятие самого полезного, уборки самого тухлого, самого неприятного, и создание тех вариантов бытия, которые есть. Причем вот эти варианты бытия, общинности, или кооперативов, или хотите, колхозами их называйте, или взаимодействующих человеков, они построены таким образом, чтобы люди, выезжающие на землю, не оказывались перед вопросом, а что дальше-то делать? Вот приехали, а что дальше делать? Ну, поле, да, красивое цветочное поле. Ну, да, потратили деньги на коммуникации, и все, дальше хоть в палатке живи. Или у кого есть чуть побольше, построили дома, а дальше хоть трава не расти, что там сосед пускай в лисе наре живет, или в баннерном домике, меня это не касается. Вот чтобы от этого всего уйти, чтобы было взаимопонимание, взаимовыручка, были продуманы варианты взаимодействия также между людьми. Поэтому у нас снимаются передачи, и эфиры делаются, где мы разъясняем, какие варианты бытия есть. Это могут быть микропоселения производственные, это могут быть уже серьезные объединения, типа какого-то поселения большого с уличным строительством, это может быть какие-то глобальные уже поселения, где разные производства задействованы. Поэтому все это сейчас собирается, обдумывается до конца. Почему собирается, обдумывается, не так сразу, вот только так? Да потому что человек живет в Сибири, у него одни условия, человек живет на юге, у него вторые условия, кто-то в центральной части России, третьи условия. У этого чистая вода, а вот тут вода за 10 километров надо добывать, вот тут чернозем и все растет, а там хоть ты удобрение, сыпь тоннами, вообще ничего не вырастает, чем другим надо заниматься. Вот тут леса много, а тут степь, ну и так далее. То есть наша задача не делать так, чтобы потом приходилось кучу тратить деньги, денег на то, чтобы мы убивали и землю сами себя, а чтобы мы понимали, вот для этого поселения, для этой общины, для этого кооператива подходит вот это, для этого подходит вот это, и исходя уже из полученных данных, изучения ресурсов, мы уже предлагали конкретные планы. Но это вот так и со двух словах. Теперь вопрос к тебе. Естественно, что первичные деньги есть далеко не у всех. Понятно, что можно сложиться и поэтапно выкупить землю, потом поэтапно построить производство, построить домики, ну и так далее. Это все растягивается на достаточно большой срок, от года до пяти лет, к примеру. Ну, это реально, если люди живут в городе, они мечтают об общении, они уже присмотрели место совместно, они понимают, чем заниматься, производство и так далее, и они готовы пять лет потерпеть, и вот поэтапно вкладывают деньги в это во все. А есть ли, например, какие-то другие варианты? Может быть, у тебя, как человек, который занимается делом, который знает, как это все строится, есть свои предложения? Ну, для начала хотел сказать, что справедливо ты заметил, что весь план, то он сейчас, наш план основан на финансовом обеспечении. То есть, мы не для того, чтобы породить нищету, все это дело создаем, а для того, чтобы породить достаток, для того, чтобы финансовая обеспеченность привела к тому, что это не одно поселение стало, два, три, пять, десять и так далее. Ну, я об этом и сказал, что это несколько областей изначально. Второй момент. Я хотел бы обратиться к людям, которые сейчас, такие же, как и я, предприниматели, ищут себя, ищут вообще смысл жизни, ищут смысл бытия. А зачем я зарабатываю деньги? А куда мне их тратить? Я приглашаю их к сотрудничеству. Для того, чтобы мы совместными усилиями помогли тем сейчас, кто готов своим трудом вкладываться, но у кого нет финансовой обеспеченности в той мере, в которой она есть у нас. И это может быть форма сотрудничества на безвозмездной основе, также и на возмездной. Давайте договариваться, давайте обсуждать это. Давайте действовать совместно. Только лишь действие приведет к результату. Если наши цели совпадают, цели поднятия нашей державы, цели того, чтобы наша Родина, она стала прекрасной, для того, чтобы в ней люди были не угнетенные, а цветущие, которые могли развиваться. Если наши цели совпадают, я приглашаю к сотрудничеству. Не важно из какой вы области, не важно из какого вы региона, абсолютно не важно даже степень вашей финансовой обеспеченности как предпринимателя. Я предприниматель средней руки и звезд с неба не хватал, и в грабительской приватизации, разграблении страны я не участвовал. Все делал своими руками, добивался своим трудом. Я приглашаю всех, абсолютно всех сотрудничеству, даже тех, кто принимал участие в приватизации. Давайте объединяться, давайте объединять усилия и вместе создадим условия для развития нашего общества. Да, и готовьте здесь поддержать. Часто бывает так, что встречаясь с людьми, занимающимися своим производством, они жалуются, все совершенно, абсолютно жалуются на одни и те же проблемы. Это конкуренция, которая раздута до неимоверных уже уровней. Постоянно приходится демпинговать, постоянно приходится что-то изыскивать. А тут начинается игра своей совестью. Если ты ниже цену не дашь, то конкурента возьмут и твое предприятие заглохнет. И необходимо каким-то образом где-то экономить. Кто-то за счет себя экономит, а кто-то бессовестно за счет товара, качества, внутренних составляющих и так далее. Второе. Нестабильность. Вот сегодня заказы вроде есть, есть, есть. Завтра какой-то там кризис в головах у тех, кто в Америку доллары заливает. Естественно, по всему миру они выходят или там кризис в головах у тех, кто эти доллары принимает. Да неважно какой. Он объявляется как международный кризис. Там что-то случилось и так далее. И все. Стабильность пропала. И все сидят, говорят, ну когда же кризис? Когда же он закончится? Ну что же такое? И все ждут от тех, кто находится свыше, что они сейчас все решат проблемы. Не решат. Потому что они такие же исполнители и они такие же люди под управлением тех, кто создают эти кризисы. Те, кто печатают эти деньги. Те, кто создали эту паразитарную систему. На них рассчитывать нельзя. Им единственное, что можно в лучшем случае помочь разобраться и показать, что мы сами себя готовы обеспечивать. У нас есть все. Пока еще Китаю все не продано. Хотя, конечно, вот разговоры, что уже китайцы, они такие ребята предприимчивые, они на нашей земле уже как хозяина себя чувствуют. Но, ребят, ну мы же тоже сами хозяева. Если у нас эта жилочка хозяйская еще не умерла до конца, если мы понимаем, как надо существовать, как надо жить, ну кто нам мешает самим начать себя обеспечивать, самим начать самоорганизовываться, брать управление какими-то элементарными вещами в нашей стране самим же, потом объединяться вместе. Когда будет снизу вот такое движение, когда мы не будем рассчитывать, что сверху там манна небесная начнет сыпаться, а когда именно движение таких сильных, уверенных людей начнется, то в этом случае тогда те, кто рядом находится от вершин власти и те, кто на вершине власти, они так или иначе начнут на это обращать внимание. И уверяю вас, не только с точки зрения, что вас надо придавить, а с точки зрения, что на вас можно опереться и с вами можно взаимодействовать. Уверяю, все можно решить. И таких примеров огромное количество. Вот скоро будет передача у нас, где будем рассказывать, как элементарно по закону можно на место поставить и полицию, и прокурора настроить на правильное решение, и судью, который выносит какие-то правильные приговоры, и тех, кто уворовал денег. Как все просто можно решить вот в конкретном взятом месте, не нарушая закон совершенно. Но негодяев, подлецов и воров можно просто выстроить и вплоть до того, чтобы посадить на тюремную скамеечку. Вообще без проблем. Просто мы часто не знаем о своих возможностях. Мы часто не доверяем тому, что мы сами хозяева. То есть, вот это ощущение хозяйского не доверяем, а значит, мы не хозяева. А раз не хозяева, значит, всегда найдется тот, который придет на наше место или запустит тех, которые могут быть хозяева. Ну и теперь переходим к следующему этапу. Как быть тем, кто уже как жители, как исполнители, как трудяги, хозяева готовы прийти и влиться вот в эти самые кооперативы, колхозы, общины, как хотите, называйте, чтобы самостоятельно себе выстроить ту жизнь, о которой мечтают, самостоятельно себя обеспечивать, самостоятельно это все делать и самое главное связаться с такими же самостоятельными хозяевами, людьми, которые в соседней общине или, может быть, там чуть подальше, не совсем в соседней общине, начать что-то уже совместно производить. Ведь мировой опыт есть и европейский, и азиатский, и много-много чего. Вот что, на твой взгляд, можно сказать таким людям? Я на примере Нижегородской области могу сказать, у нас в Нижегородской области уже земля есть. земля разбита на поселок, земля разбита на сельхозугодие по гектару. Мы готовы в Нижегородской области давать эти участки тем, кто готов там обосновываться. Вообще идея была взята из приморского гектара земли государственной программы. Есть и другие примеры. Я прав, Алексей, что есть и другие примеры, где землей готовы как бы давать ее, потому что она просто проставит, и люди, которые просто сейчас ею владеют и не знают, что дальше делать, они готовы также ее предоставлять. Да, на самом деле, когда только мы запустили в эфир разговор о том, что пора объединяться, и нам необходимо собирать людей, тех, которые и желают производить, и тех, у которых есть земельные участки, есть какие-то наделы, сразу же, так или иначе, аккуратненько для начала стали такие приходить, что я владелец земли, у меня вот там в Смоленской области, в Калужской области, в Подмосковье есть участки, или я готов их продать, готов от них избавиться, потому что, ну вот они мертвым грузом лежат, он налоги платит, а толка никакого нет, либо готов туда впустить людей, которые предприимчивые, которые по совести будут жить и не будут ее разрушать. Я готов вам дать какие-то отсрочки по платежам по этой земле, чтобы не сразу вы вложили деньги все, а поселились, построились, мы договоримся, сколько будет это стоить потом, и в течение какого-то срока, 5-10 лет, там может быть, не знаю, вы будете это дело мне возвращать. То есть, человек готов не просто дать под проценты, не просто сказать, что вот сразу давайте землю, а готов впустить, но задача какая, чтобы и тот человек жил по совести, чтобы потом не нарушил на себя взятые обязательства, и те, кто придут на эту землю, чтобы тоже не нарушили свои обязательства, чтобы они начали что-то производить, например, ближайший поселок или город обеспечить какой-то продукцией. Это может быть не только сельскохозяйственная продукция, это может быть какие-то другие, может быть, изделия, поделки. Ведь известно, когда вот такие общинники в разных местах мира собирались, и они начинали открывать свои производства, и сейчас, спустя 20-30 лет, у них крупные предприятия на их землях, которые производят что-то реальное, большое. Так что не только о сельхозпродукции мы говорим, а мы говорим вообще о продукции. Оказывать какие-то услуги, создавать какие-то досуговые центры для родителей и детей, заниматься самими детьми по принципу лагеря, создавать свои центры, может быть, которые будут входить в программу государственную, какую-то, может быть, даже получить какие-то транши, какие-то, как это называется, денежные поощрения от государственных служб или федеральных служб, которые заинтересованы в развитии производства, в том, что появляются рабочие места и так далее, и тому подобное. То есть, это как очаги, которые будут являться примером для тех, кто приходит, для тех, у кого это есть, и вот это взаимодействие покажет, на самом деле, кто человек, а кто тот, который пытается кого-то доить. Не надо ничего бояться. Для того, чтобы разобраться с человеком, с ним надо для начала начать разговор. Кто он вообще? Почему он это делает? Потом подключается юридическая служба, которая могла бы повзаимодействовать уже с точки зрения закона, расставиться в те точки над «и». Ну, и в дальнейшем начинается практическое взаимодействие. Бояться, еще раз говорю, ничего не надо. Надо просто почувствовать необходимость этого. А когда вы чувствуете необходимость и когда вы живете в ладу с природой по совести и в божественной вот этой вот конве по божественной траектории своей жизни, тогда все выстраивается. Тогда и люди вдруг появляются, и земли появляются, и какие-то идеи приходят, и появляется то, самое главное, что вас всех объединяет, что делает вашу жизнь лучше. Вот до тех пор, пока мы все находимся в состоянии скота, которого гоняют направо и налево, которого стригут или режут. Так все и будет происходить. Вот как сейчас оно происходит, как у лося, который все пьет, ему все хуже и хуже. Вот поэтому перестаньте бояться, перестаньте на кого-то пальцем показывать, а вот они такие, а вот мы не такие. Да плевать мне на самом деле, какие они, мне важно, какие мы, что мы желаем, в каком направлении мы это делаем, для чего мы это делаем. Вот эта цель, вот эта задача, самое главное, под нее будет простраиваться все пространство. Сейчас это все происходит. И тому я свидетель. Что еще ты можешь сказать? Может, какие-то пожелания, призывы? Я хотел бы еще сказать, что открывается вообще принципиально все, что люди боятся, когда переезжают на село. Вот оно, на самом деле, все страхи начинают рушиться, когда мы смотрим, каким образом это вообще, в принципе, можно организовать. Можно же создать свою школу в поселении, можно вплоть до того, что вот люди, когда собрались, среди них есть наверняка и педагоги, и педагогические образования, вплоть до того, что там сейчас закон позволяет и детей-то дома-то воспитывать и образовывать, да, то есть, как бы, не обязательно там, школьные, там только ездить, отчитываться. То есть, вариантов масса, бояться ничего не надо. В плане, значит, организации, производства, да это основа, основа вашей жизнедеятельности потенциальной там, на земле. Я уже несколько лет сам живу за городом. Вот. И мы готовы делиться своими знаниями, делиться своим опытом, мы готовы перенимать у вас ваши знания, ваш опыт смотреть, который есть, готовы к общению, готовы к сотрудничеству. Думаю, что вместе мы пройдем достаточно быстро и все это приобретет форма геометрической, уже развития геометрической прогрессии. Мы получим принципиально другие основы, став более свободными, сможем смотреть на мир другими глазами. Я уверен, что только лишь вместе мы осилим этот путь. Призываю всех откликнуться на те контакты, которые есть, и написать, позвонить. Будем ждать отклика. Я с тобой полностью согласен и еще от себя добавлю. Создается такая структура и система и такое устройство взаимодействия между людьми, где на данном этапе Алексей, вот я, являюсь только человеком, который забрасывает идею, но который к себе ничего не привязывает. То есть случись завтра что-то с Алексеем, послезавтра, через год, система, устройство не должно быть разрушено. Поэтому я делюсь всем, чем только можно поделиться. Я на себя одеяло не тащу, а вот открываю, как оно есть. Хотите брать? Берите. Хотите участвовать? Участвуйте. Хотите что-то делать? Делайте. То есть не выстраивается империя имени Алексея, не выстраивается империя народного славянского радио, а выстраивается то самое общинное взаимодействие людей, которое раньше называлось державой, миром, где люди не существовали и выживали, как сейчас, а где люди взращивали самое лучшее. И принцип устройства был очень простой. Сначала надо взрастить тело, то есть себя самого. После этого с определенного этапа необходимо уже было продлевать свой род, создавалась семья и нужно было проявить самое лучшее с точки зрения семейности, построить свое хозяйство, взрастить детей. Потом следующий уровень это уже общинность, когда у вас есть опыт и своего физического тела, и семейного, вы переходите на более высокий уровень общинности и проявляете себя уже как не просто хозяин какого-то маленького удела, а как уже общинник. И в дальнейшем самый высокий уровень это уже державный. Вот получается, если все наши мысли, все наши чаяния и дела будут строиться по принципу выгодно мне как телу, как человеку, да, развивает это меня, да, выгодно это моей семье, моим близким, моему роду, да, отлично, идем дальше, выгодно мои дела, мысли, чаяния, общине, в которой я живу или общество, в котором нахожусь, да, выгодно это державе, то есть всему вот этому укладу жизни, бытию, человечеству, да, если все четыре уровня сошлись и в обратную сторону, держава, общество, семья, то есть род и я сходятся вместе, все становится на свои места. И если хотя бы один из элементов выпадает, где-то начинает скрести у вас на душе, сердечко не отзывается, знайте, вы уходите в кривду. Все очень просто, поэтому наша задача выстраивать державность не с точки зрения, у кого ракеты мощнее, не с точки зрения помахать дубиной, побить там соседа своего, его загробастать имущество, а с точки зрения взаимодействия между всеми жителями земли, но при этом не забывая, кто мы и для чего мы, каждый, не забывая о своих родах, не забывая о своей культуре. И поскольку мы говорим на русском языке и относимся к группе славян, то в этом случае, естественно, я всегда начинаю призыв к русским людям, к русичам, к русам, к славянам. Давайте для начала мы объедимся. Прежде чем помочь другим народам, необходимо себя из лужи достать, необходимо очиститься от скверны, необходимо вспомнить свое наследие, стать сильными. И только после этого ты можешь протянуть руку помощи своему близкому, товарищу, другу, побратимому, чтобы его тоже поднять. Само собой, никого забивать забивать и забывать ни о ком мы не имеем права. Мы должны жить в дружбе, но для начала себя надо восстановить, свой род восстановить, свои семьи, свое общество, свои традиции, чтобы прийти к державе. Поэтому давайте будем держаться друг друга. Все идеи, которые у вас приходят, пожалуйста, пишите, созванивайтесь вот по тем контактам, которые предоставлены, и будем делать мир лучше. Ну, на си, наверное, можно уже попрощаться? Да. Желаю всем добра, до новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Выслушайте Народное Славянское Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова